Ветхое жилье разваливается, мусор не вывозят, подвалы затоплены. Ответственные лица исполнять свои обязанности не торопятся, на жалобы жильцов не реагируют. Смотрим, на что коммунальщики закрыли глаза в этот раз. Дышать полной грудью жители этого дома не могут уже на протяжении пяти лет. Сейчас будет весна, осень, тут вообще невозможно заходить, прям дверь открываешь, запах такой идет, кошатины. Ко мне друзья приходят, говорю, господи, как вы тут живете? Привыкли уже, куда деваться. Денег нет, но вы держитесь. Очередной барнаульский дом недовольной работой управляющей компании. Самый страх начинается здесь. Как можно увидеть, вот здесь все у нас выпало. То есть, если задеваешь, то это все отваривается. Домашние животные уют в доме, но если их 10 и за ними не ухаживают, для остальных жителей это может стать адом. Так жильцы барнаульской пятиэтажки уже не первый год борются с нерадивым соседством. Держит она 10 кошек. И вы знаете, вот запах такой в этой комнате страшный. Я не знаю, как она убирает, что она там делает. Пять лет, как она живет, она их привезла с собой. И вот все пять лет, это вот такая история. Такое соседство Рима Исаковна терпит ежедневно. Да и запах в собственной квартире мешает спокойно жить. У меня квартира продается уже год. Покупатели приходят, просто запах услышат и говорят, нет, нам не надо. Все. Вон идет отсюда. Источником зловойного аммиачного запаха является квартира 75. С ее жительницей к нам, к сожалению, пообщаться не удалось. Жительницу квартиры 75 зовут Наталья. Женщине на вид около 35 лет. Ее соседи жалуются, что и сама владелица кошек источает запашистый душок. Жалуются и на социальный образ жизни, и на оскорбления в адрес других жильцов. Соседи, которые непосредственно живут сбоку, то есть они говорят, она сначала с ними начинает разговаривать. С кошками у нас стены тонкие, все слышно. Грубо говоря, чихнула, у нас уже слышно. Она говорит, сначала с ними разговаривает, потом она начинает чем-то бить, кошки начинают дико орать. Что говорит, до такой степени, что уже аж стены трясутся. Не постоянно это происходит, но периодически происходит. По словам жильцов, Наталья недавно выкинула котенка из окна третьего этажа. Ужасно. Ужасно. Уже ходила я в родпотребнадзор. Сказали, что в их обязанность это не входит. В прокуратуру ходили, и это самое бесполезное. Ей начинаешь говорить, она у меня все не пахнет, это, мол, пахнет канализацией. Ну и действительно, тут из-за кошек. Вся борьба идет только из-за кошек, из-за ее поведения. То, что она мешает людям спать, кричит, матерится. Тут нажалась пена, в два часа ночи начала в двери стучать, разговаривать с дверью. Открой, открой мне, открой. Зафиксировать обстановку, которая нарушает права жителей, может Роспотребнадзор, администрация и прокуратура. Однако, по словам жильцов, хозяйка никому не открывает дверь. Так, накануне дважды приходил сотрудник полиции. Итог ушел ни с чем. Если не получается попасть никому из этих компетентных органов, то есть их также у нас, в принципе, житель может не пустить в жилище, то необходимо еще обратиться в органы полиции. То есть наша задача вот на этой стадии – это зафиксировать ситуацию, получить установочные данные ответственных лиц, которые должны привести в порядок свою квартиру и прекратить нарушение прав других жителей. И хорошо еще, если такого рода обращения будут коллективными. То есть, чтобы и органы видели, что это не просто конфликт двух соседей, условно говоря. Штраф за нарушение санитарно-эпидемиологических требований от 500 до 1000 рублей. Кстати, такой штраф Наталье уже выписывали. Если же эти действия не помогают, жители могут обратиться в суд с исковым заявлением, подчеркивает эксперт. И в этой ситуации, если квартира муниципальная, то здесь у нас, соответственно, наймодатели, это администрация района и города, могут выступить с исковым заявлением о выселении такого лица в другое жилье, соответственно. Если это все-таки частная собственность, у нас в гражданском кодексе есть понятие бесхозяйного обращения с имуществом, которое может в дальнейшем явиться основанием для обращения с иском о прекращении права собственности. Таких примеров немного, но они есть по стране. Одной жалобы для такого судебного решения недостаточно, поэтому все те фиксированные обращения в ведомство пригодятся. Жильцам остается лишь объединяться и сообща решать неприятный внутридомовой вопрос. Подъезд обшарпан, в подвале постоянно текут трубы. Жители дома 220 на Анатолия считают, что управляющая компания не занимается их домом, да и на регулярные просьбы никак не реагируют. Здесь давным-давно случился прорыв трубы, батареи, которая вот здесь. Получается, был кипяток, кипток этот здесь, видимо, все ошпарил, и, соответственно, вся краска вот эта отвалилась. Семья Певневых переехала в этот дом чуть больше года назад. Говорят, регулярные обращения в управляющую компанию не помогают. Мы не думали, что такое бывает отношение именно управляющей компанией, халатное, по отношению к жильцам. Никакие обязанности свои практически не выполняют, сколько бы было просьб на какие-то наши просьбы, просто игнор. УК предлагала закупить материалы, а сделать ремонт силами жильцов, на что люди согласились, подчеркивает Оксана. Однако до дела так и не дошло. Мыши бегают, скоро крысы побегут. Все обваливается, окна все дырявые в подъезде. Это как можно вообще? 46 лет, 47 лет прошло, ни разу ни одно окно не меняли. Там вообще грязь везде, грязная все. Они там все заляпанные. Позвонила управляющая компания, они говорят, сами ремонтируйте. Жалуются и на холод зимой в квартирах, неприятный запах канализации, подтопление подвала и разрушение фундамента. Вот получается здесь заделано, но это не спасает. Вода очень сильно бежит уже длительное время. Но это по всему дому. В подвале созданы все условия для развития мира флоры и фауны. Здесь даже растут грибы. Вот она текла очень сильно. Здесь влажно, не знаю, заделали. Вон скотч налеплен, заткнута что ли чем-то. Мы там недавно ремонт производили, ничего там такого не было. Зачастую текущие трубы – это результат халатности тех же людей. Если вы видели справа слева, то, скорее всего, канализация. Заявки не было, я сегодня не видел заявку по текущей трубе. Возможно, даже ее специально сломали, я допускаю. Зубы, вероятно, тоже выбили специально. Зимой жалуются жильцы. Шестилетний ребенок поскользнулся, упал, выбил молочный зуб и получил неполный вывих коренного. Родители зафиксировали травму. И была ситуация до смешного. То есть мы когда приехали, показали бумагу. Мы не намерены были ни судиться, ничего. Нам надо было только, чтобы делали свою работу. Соответственно, мы когда приехали с этой бумагой, они приехали на следующее утро, отдолбили лед, но отдолбили только возле нашего подъезда. Жители справляются своими силами, посыпают лед солью и даже купили инвентарь. Снег чищу я уже третий год. Выхожу и утром чищу снег. Потому что мы в этом году чистила каждый день. За что мы платим деньги, я не знаю. Дворника, получается, у нас нету. И своими силами, то есть как можем, так и убираем. Купили себе грабли, лопату, мешки мусорные покупали. Все это сложили. То, что было поменьше и не сильно тяжелое, уносили в контейнер мусорный. Более объемный мусор попросили вывезти УК, на что получили ответ – средств нет. Додворнику, по словам жильцов, не платили зарплату. Управляйка же ссылается на бешеные задолженности по оплате коммунальных услуг. Мы ежегодно предлагаем людям расчеты тарифов для того, чтобы по 290-му постановлению минимальный перечень соблюдать. В том числе и, допустим, ремонта подъездов. Но они должны быть около 30 рублей складного метра. А у них 10. Эксперты же советуют присмотреться к другим управляющим компаниям, чтобы у жильцов возникало меньше вопросов по поводу траты их денег. Ну что вообще вот расходуются деньги? На текущее содержание именно общего имущества этого дома. Поддержание в работоспособном состоянии. Всех коммуникаций, в том числе дворника, зарплату наше все. Как дворника нет, коммуникации текут, получается, а что нет? Дворник есть, во-первых, сейчас. Если его не было, то только потому, что все у нас молодые люди учатся на операторов, на корреспондентов, на юристов, я не знаю, на каком дворнике мне к ним не идет. Я вас не уверен. Ну а вы почему не идете к дворникам? Я? Да. С удовольствием. На этом все. Напоминаю, если у вас есть коммунальная проблема, звоните в редакцию телеканала «Толк», пишите нам в социальных сетях или оставляйте заявку на сайте. Это был Коммунальный патруль. До встречи. Коммунальный патруль.